Как всегда, сегодня интересное видео и полезная самоделка. Рузвельт сказал, делай что можешь, с тем что имеешь, там где ты есть. Друзья, всем привет! 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 Для вас, всем привет! К этой детали будет крепиться рычаг на сварку. Перед сваркой сделаю фаски с обеих сторон, для более глубокой проварки, чтобы все было с запасом прочности. Все как я люблю. Иногда даже перебарщиваю с этим. Да, можно было бы сделать это все из муфты, но это было бы не так круто и мощно. Когда ты можешь сделать детали из огромного куска железа, это же просто здорово. Коронка хоть и была под размер подшипников 32 миллиметра, но у нее есть кривизна и она сверлит на один миллиметр больше чем нужно. Я заметил кривизну на всех коронках этой фирмы. Они есть с некоторыми отклонениями. Конечно же очень жаль. Сразу же нашелся выход. Крепиться подшипники будут методом зажима хомута. Сейчас окончательная сборка и сварка. Лет 5 назад я открыл для себя на ютубе ТИК сварку. Я был заворожен процессом и удивлен результатом, красотой и этого метода сварки. В планах к весне или ближе к лету накопить и приобрести ТИК аппарат и научиться им варить. Присматриваю многофункциональный сварочный аппарат. Я нашел аппараты, в которых есть похоже вообще все. Сварка электродом, аргоном, полуавтомат, даже плазменная резка. Конечно и стоят они неплохо, но зато буду повышать свой уровень. И конечно же вам будет интересней смотреть мои видео. Несколько понравившихся мне аппаратов занес в избранное в Е-каталоге. Посмотрел их фото и видео обзоры. Посмотрел характеристики и статистику цен. Мечты должны сбываться, чтобы стремиться к новому. Ну, помечтал и хватит. Буду все сваривать. Стойки и крепления движка будут вертикально приварены к швеллеру. Остальные детали механизма на болтах. У нас уже рассвет, морозец, все топят печки. На рабочей части рычага сделал спуски на гриндере и фаски вместе сварки, чтобы все проварить на всю глубину металла. Рабочую часть закалять не стал. Думаю это бесполезно с этим металлом. Она будет расположена под углом к рычагу. Сборка очень быстрая. Двигатель крепится четырьмя болтами. В рычаге подшипник ходит свободно. Крепится через шайбы. Подшипники в вертикальном рычаге зажаты в своих посадочных местах и также крепятся через шайбы. Я еще решил заменить рабочий конденсатор на более новый. А то старому более 15 лет и с ним как-то не так запускается движок. Или мне показалось? Сборка окончена. Теперь в покраску и на испытания. Ребята, как всегда, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. А следующее уже скоро выйдет. Встретимся с вами в комментариях. Я обязательно их все читаю и по возможности стараюсь отвечать. Спасибо вам за них. Все полезные ссылки оставлю в описании под видео. Идея такого компактного мини-электрощепореза зрела у меня достаточно давно. Ручной делать неинтересно. Сделал его для изготовления щепы для розжига камина. Различных обрезков настройки всегда остается очень много. И они все пойдут на щепу. Если умощнить самоделку, то думаю, что можно колоть дрова. Надо только движок с редуктором помощнее найти. Самоделка классная, необычная, интересная. Она несложная и легкая в изготовлении. И есть интересные решения в изготовлении отдельных узлов. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео, за оценки и комменты. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok